Уже здесь, и это определенно было интересное включение в этом сезоне. Это был не самый плавный эпизод, но он был таким, как будто он действительно опирался на него параллели между Хоумлендером и Бутчером и то, как они идут к одному и тому же, но по две разные стороны забора. С раскрытием масштабного откровения о Кеслере в конце арка Искупления Эйтрейн выглядит все более и более очевидной. А Хоумлендер получает только одна унция признания и уважения, которых он желает в этом эпизоде, давайте перейдем к нему и разбить все, что можно было из него вынести. Вот объяснение концовки шестого серии четвертого сезона «Мальчики». Чтобы вы знали, это видео будет содержать спойлеры. Бутчер. Теперь казалось, что это раскрытие всегда будет происходить. В течение многих недель мы все размышляли о том, был ли Джо Кеслер на самом деле реальным, или если бы это было частью воображения Бутчера, и как многие из нас предсказывали. Джо был на самом деле в сознании Бутчера и бывшего агента, который мертв многие годы, он проявлялся в виде темной стороны ума Бутчера, заставляя его совершать все ужасные поступки, от которых он практически отошел за четыре сезона шоу. Все выявилось, когда Джо приказал Бекки замолчать, пока они были в сарае. Сцена практически как ангел и дьявол по разные стороны плеч Бутчера, и тот факт, что Джо мог видеть ее, доказывал его присутствие в уме Бутчера, равно как и у Бекки. Главный мотив Бутчера в этом сезоне шоу – надежда найти способ уничтожить Хоумлендера. Следуя за концом прошлого эпизода, где он отрубил ногу Самиру, заявив, что собирается держать его в заложниках, пока не создаст вирус, способный убить Хоумлендера, именно это мы увидели на этой неделе. Однако в конце эпизода Самир открыл, что это невозможно, потому что если создать столь мощный вирус, он выйдет из-под контроля. Вирус станет воздушно-капельным и способным убить всех суперов по всему миру, кем заботится Бутчер – Райаном, Старлайтом и Камеко. Это показывает, что путь Бутчера зеркально отражает путь Хоумлендера. Как физическое, так и психическое состояние Бутчера ухудшается. У Хоумлендера тоже проблемы с психикой, Бутчер создает вирус, который уничтожит всю расу, и Хоумлендер организует тюрьмы, чтобы убрать оппозицию и доминировать над людьми. Фраза Беккера о том, что «убив одного Хоумлендера, создашь другого – его главный страх». Он хочет отомстить Хоумлендеру, но если он это сделает, Райан, вероятно, последует за отцом. Так что если он в конечном итоге не умрет от вируса. С учетом действий Бутчера, думаю, он продолжит создавать вирус. На его разум сильно влияет Джо Кеслер, и это влияние гораздо сильнее, чем у Беккера. Мы знаем, что у Бутчера есть сердце, как мы видели в нескольких сериях, но перед смертью он хочет убить Хоумлендера, и я не думаю, что что-то его остановит. Не думаю, что он захочет оставить Хоумлендера в этом мире. Это была самая плохая форма, в которой мы видели Бутчера на протяжении этого сезона, и он действительно выглядит так, будто сейчас на грани смерти. Я задавался вопросом, умрет ли он до конца сезона? Он такая важная часть сериала, но не знаю, как его здоровье сможет выдержать не только два эпизода, но и, возможно, еще восемь после этого. Так, решение о том, что делать с вирусом, могло бы стать его последним актом, это было бы смело для шоу, чтобы убить его, но я бы уважал это. Хоумлендер. Это был отличный эпизод для Хоумлендера, весь сезон мы видели его борьбу в психическом плане, и именно так было здесь. Он поехал на поместье Технайт для федералистского общества «Вечеринка», и он поехал туда с намерением убедить людей, владеющих 38% ВВП штатов, придерживаться точки зрения, что он и Ньюман, и их план принятия 25-й поправки должен был быть выполнен. Они нуждались в этих людях, потому что они имели огромное влияние, и он хотел основываться на том факте, что Сингер был крайним левым и что он будет плох для страны. Когда Хоумлендер произносил свою речь, он показал, что он был абсолютно никак не подготовлен, когда его спросили о их реальных опасениях и полностью полагался на сестру Сейдж. Из-за того, что мать молоко стреляла в нее, она перешла в состояние, когда мозг работает на меньшей мощности, пока полностью не выздоровеет. Когда Хоумлендер был допрошен, он был потерян и не знал, что сказать. Он пытался использовать страх, чтобы они поддержали его, но это вообще не сработало. Решение взял Ньюман, основываясь на их жажде власти и благосостоянии, заставляя Хоумлендера почувствовать себя недостойным. Да, они были на его стороне, но он выглядел слабым, что поразило его. Даже в конце единственная причина заинтересованности Хоумлендера в Фейерверк была в том, что она была единственным, кто ценил его за весь эпизод. Когда вспоминаем начало, одно из первых сказанных ему было о том, что Райан займет его место, подтверждая, что Хоумлендер может быть заменен. Его собственный сын, что он еще не хотел слышать. Разум Хоумлендера разрушался на протяжении сезона, доходя до состояния взрыва. Узнали, что Технайт участвовал в сговоре с Семеркой, ведь Хоумлендер планировал использовать его тюрьмы, переходившие их поколения, как места для интернирования. Тюрьмы для интернирования – места, где содержат людей без суда, часто бесконечно в ужасных условиях заставляя работать. Часто используется для больших групп людей, открывая мрачную сторону плана Хоумлендера и сестры Сейдж. Хоумлендер может начать приходить в норму, учитывая появление внимания от фейерверка. Хотя он думал, что не нуждается в любви и избавился от этой потребности в своем уме после четвертого эпизода, это явно не так. Как только ему сказали, что он для нее все, он смягчился. Теперь, когда Хоумлендер верит, что утечка не была от Кэмерона Коулмана, я думаю, он также сосредоточится на обнаружении того, кто был этим человеком. Прослушка вечеринки от мальчиков была вызвана тем, что Эйтрейн сообщил Мартенскому Молоку о событии. Как и предсказывалось, убийство Кэмерона Кэмерона было в голове Эйтрейн, и чувство вины внутри него росло. Эйтрейн не сильно участвовал в этой эпизоде, но его небольшое участие было важным. После того, как материнское Молоко испытал панику, стреляя в сестру Сейдж, он отвез его в больницу и помог ему. Он, по сути, спас материнское Молоко. Когда положил его на носилки, мальчик, взглянув на него, улыбнулся, что вызвало улыбку и у Эйтрейн. Это был первый по-настоящему добрый поступок от Трейна за долгое время, и чувство, что его видят героем, придало ему ощущение, которого не было давно. В эпизоде 2 братья и племянники разочаровались в нем, поскольку многие его спасения были подстроены и на самом деле не были реальными, но это было настоящим, и было видно, что быть героем для него очень важно. С учетом того, что он вернулся на вечеринку поздно после продолжительного отсутствия, мне интересно, помнит ли Хоумлендер то, что приведет к допросу от Рейна в следующем эпизоде. Он вошел в тот момент, когда Хоумлендер начал говорить, и действительно повернулся. Смерть технорыцаря сильно повлияет на план, поскольку теперь невозможно создать лагеря, так что если Хоумлендер считает, что тот стоял у него на пути, то мы можем видеть конец этого персонажа. Не забываем, что сестра Сейдж точно осведомлена о коварных планах от Рейна. Думаю, наступает конец для от Рейна в финале этого сезона. Он умрет, совершив поступки героя, и брат и племянники наконец узрят в нем истинного героя. Хьюи выступал в роли комического персонажа, оказавшегося объектом чудной фантазии технорыцаря и Эшли в технопещере. Будучи одетым как ткач паутины, он замышлял прослушку события для получения информации, но попал в неприятные приключения. Только в конце эпизода технорыцарь распознал, что перед ним не настоящий ткач паутины. И в последний момент спасение Хьюи от смерти пришло от Старлайт и Кимика. Хьюи скорбел по отцу. Выдержав все это и столкнувшись со смертью, единственным, кого он в этот момент чувствовал нужным, был отец. Он искал отвлечение от смерти отца, но было слишком. Старлайт в этом эпизоде переживает кризис идентичности. Я начинаю сомневаться, что ей нужно для возврата сил. Мы немного времени уделили ей в этом сезоне в ее собственном сюжете. Мы знаем, что она не знала, как быть Энни и не хотела быть Старлайт. Но теперь мы видим, что она осознала, что ей нужно быть гибридом, чтобы преодолеть ее проблемы. Был момент, когда она извинилась перед Фейерверк за прошлое. Я верю, что эти извинения искренны, потому что Энни сейчас другая. Но она все равно старалась лишить ее сознания. Старлайт пробовала использовать свои силы, но не смогла. И я не знаю, что ей нужно для их возврата. Я думаю, что, вероятно, это должно быть похоже на ситуацию жизни и смерти, когда мы вернемся к ней. И это изменит ее навсегда. Я думаю, что арки Старлайт немного не хватает. И трудно понять, что заставит ее измениться и ухватиться за эту личность. Кимика. Несмотря на то, что у Кимика не было такого большого участия в этом эпизоде, в концовке, где она сказала, что ей больше некуда деваться. Когда она ждала в зоне для свиданий в тюрьме, это был момент, который на самом деле немного разбивает мне сердце. После того, как Френчи признался в убийстве нескольких человек много лет назад в предыдущем эпизоде, он отказывался видеться с Кимика. Кимика знала, что Френчи борется с чем-то на протяжении всех эпизодов, которые мы видели в этом сезоне шоу, но он не открывался ей. В этом эпизоде она была тише, чем обычно, что тяжело, когда как человек ты даже не говоришь ни слова. Но слезы, катящиеся по ее лицу, показали, какую ценность для нее имели отношения с Френчи и то, что теперь она почти наполовину та личность, которой была раньше. У нее есть свои проблемы из прошлого, с которыми она тоже сталкивается, но их не было. Эпизод развился, думаю, вернется к этому, когда сериал продолжится. Мой отзыв на эпизод. Эпизод средненький. Не блестящий, но занимательный. История не особо продвинулась больше внимания Кеслеру, концлагерям и Эйтрейн как герою. Ритм эпизода рваный. Не так естественно, как обычно, немного удивлен и раздражен. Лучшим был Карл Урбан. Совершенно другой бутчер. Он уязвимый, это раскрывает его талант. Видим гнев, ненависть и желание убить ненавистного человека. Но мы также видим мягкую сторону его личности, которая пытается сокрушить внутренний гнев. Его замешательство и ухудшение здоровья впечатляюще, захватывающе. Он большую часть времени один, не участвуя в общих сценах, и крадет моменты. Похоже, что этот сезон – первая часть последнего сезона. Эти серии создают основу для того, что, как я думаю, будет последним сезоном. Весь вид супов может увидеть смерть. Жизнь людей может измениться навсегда. Лично считаю, что Старлайту нужно больше времени на экране. Мы должны понимать, что с ней происходит, так как сейчас она теряется. Я надеюсь на большую ясность в будущем. До конца сезона осталось всего две серии. Ожидаю, как он закончится. Еще много нерешенных вопросов. Жду их решения. Так что вот оно – объяснение концовки шестовой серии четвертой сезона «Пацанов». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok